Rainbow English, учебник 5 класс, 2 часть, unit 6, step 10, упражнение номер 3. Ответьте на вопросы. Вопросы у нас по басне, которая в упражнении номер 1. Так что, кто не читал, можете посмотреть видео, там идет перевод и произношение. Итак, первый вопрос. The lioness and the sheep ox were happy about their cubs, weren't they? Львица и sheep ox означает лисица, ну, женского рода, то есть лисица, у нас по-русски так и есть. Львица и лисица были счастливы из-за своих детенышей, не так ли? Да, они были счастливы, поэтому отвечаем здесь кратко. Yes, с большой, they, то есть, смотрите, мы их не переписываем в конец, вот этот хвостик, мы их заменяем местоимением, да, то есть львица плюс лисица, значит, они, то есть they. А затем, если здесь сильный глагол, were, это сильный, то мы его сюда и переставляем. Yes, they were, да. Второе. Mothers often speak about their children, don't they? Матери часто разговаривают о своих детях, не так ли? Это в тексте было, и было сказано, да, они часто разговаривают, поэтому пишем опять же. Yes, матери – это they, опять-таки. Затем смотрим, где у нас глагол. Глагол speak – это слабый глагол. Смотрим, в каком времени он у нас стоит. Стоит он в present simple, значит, мы должны работать вот здесь в хвосте с дополнительным помощником, скажем так, do или does. Так как у нас they согласуются с do, соответственно, я его и ставлю. Yes, they do. Третье. The lioness was not proud of her cub, was she? Львица не гордилась своим детёнышем, не так ли? Нет, она гордилась. Только вот по-английски это выглядит, снова напомню, вот такие типы вопросов довольно сложные для понимания, но... Yes, she was. То есть на самом деле, видите, переводим всё наоборот. То есть ещё раз, львица не гордилась своим детёнышем, не так ли? По-русски – нет, гордилась. А по-английски – yes, she was. А вот, кстати, стоит потому, что у нас was, и вот здесь это сильный глагол. Его мы переписываем. The cubs were not clever and beautiful, were they? Детёныши не были умными и красивыми, не так ли? А мы отвечаем – нет, были. По-английски опять же мы говорим – yes, they were. То есть всё с ног на голову, да? Переводим всё наоборот. Так, номер пять. Were... Ой, sorry. Where were the fox cubs running and playing? Где детёныши-лисицы бегали и играли? Играли и бегали они в зелёной траве. Отвечать здесь... Ну, давайте полностью ответим. The fox cubs, детёныши-лисицы, were running... То есть, видите, у нас в ответе должно сохраняться время, которое у нас указано вот в вопросе. То есть, pass continuous. In the green grass. Детёныши-лисицы бегали и играли в зелёной траве. Number six. How many cubs did the fox have? Сколько детёнышей имела лисица? Лисица в тот момент имела шесть. Так, вроде не... Да, шесть детёнышей. Это в том году, она говорила, семь у неё было. То есть, ответ тут опять же полный. The fox had... У нас прошедшее время. Как мы вот здесь видим, в вопросе прошедшее. Мы и себе делаем прошедшее. The fox had six cubs. Седьмое. How many cubs did the lioness have? А сколько детёнышей львица имела? То есть, продолжаем. The lioness had... То же самое. Сколько же у неё было детёнышей? Один. One cub. Восьмёрка. The lioness was not sad because she had one cub. Was she? Львица не была расстроена, грустна. В общем, не печалилась из-за того, что у неё был один детёныш. Не так ли? Она... Нет, она не печалилась. То есть, всё было, скажем, в порядке. Поэтому отвечаем... Но в ответе по-русски это звучит так. Да, не печалилась. То есть, опять всё наоборот. И девятка. Why do you think she was not sad? Почему ты думаешь, она не была печальна? Так, тут сложно. Я думаю, она не была печальна. Ну, я-то предпочитаю, чтобы был полностью ответ. I think she wasn't sad because... Почему? Ну, потому что у неё был детёнышем целый лев. Да, ну, львёнок ещё. Because her... Так, перенесу. Because her cub... Её детёныш... Was a lion... Наверное, вот так вот. Ну, там, в принципе, она об этом и говорит. Так что, да, надеюсь, что такой вот ответ подойдёт. I think she wasn't sad because her cub was a lion. Я думаю, она не была грустна или печальна, потому что её детёныш был львом.